Преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Преподобный Амвросий в миру Александр Михайлович Гринков родился в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье Пономаря. Во время обучения в духовной семинарии Александр Михайлович смертельно заболел и дал Господу обет в случае выздоровления поступить в монастырь. Он поправился, но свое намерение исполнил только спустя четыре года, которые прошли в борьбе между голосом совести и привязанностью к миру. В 1839 году Александр Михайлович посетил Троекуровского старца Илариона, который сказал ему «Иди в Оптину, ты там нужен». Осенью 1839 года Александр Михайлович прибыл в Оптину пустынь и в марте 1840 года был принят в число братства. Одним из его послушаний было чтение правила старцу Льву, который перед смертью поручил его особенному попечению старца Макария. В 1842 году Александр Михайлович был пострижен в монашество и наречен Амвросием. В 1843 году состоялось посвящение его в иеродиакона, а в 1845 году – в иеромонаха. В 1846 году, в возрасте 34 лет, отец Амвросии становится помощником старца Макария в духовничестве. Вскоре он тяжело заболел и вследствие неспособности выполнять монастырские послушания был выведен из штата обители. Тяжкие болезни не оставляли преподобного Амвросия до конца жизни, однако он считал их необходимыми для спасения. После кончины старца Макария и ееромонах Амвросий становятся его преемником. Кельи старца Амвросия начинают стекаться за советом и утешением люди всех сословий и возрастов со всей России. По всеобщему и единодушному признанию, старец был глубочайшим знатоком сокровенных движений души, опытнейшим разрешителем духовных и житейских недоумений, мудрейшим и любвеобильнейшим наставником. В начале 1870-х годов преподобным Амвросием была основана женская шамардинская казанская обитель для малоимущих, куда в 1890-м году старец переехал и где оставался до самой смерти. Указание пути ко спасению. По человеческому мнению, путь спасения, казалось бы, должен быть путь гладкий, тихий и мирный, а по евангельскому слову – путь этот прискорбный, тесный и узкий. Евангельские заповеди требуют, во-первых, смиренного терпения и перенесения всех искушений, посказанному «в терпении вашем стяжите души ваши». И претерпевый до конца, той спасен будет, чтоб никого не судить и никого не осуждать, а всех оставлять на суд Божий и предоставлять их собственной воле. Так как только один и есть судья живых и мертвых, пред которым каждый из нас от своих дел прославится или постыдится. Кто склонен более ко внутренней жизни, тому преимущественно следует заботиться более всего о том, чтобы всех и все оставлять на суд Божий. Главное средство ко спасению – претерпевание многоразличных скорбей, кому какие пригодны. Хотящему спастись, должно помнить и не забывать апостольскую заповедь «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов». Много других заповедей, но ни при одной такого добавления нет, то есть «так исполните закон Христов». Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других должно заботиться об исполнении оной. Многие желают хорошей духовной жизни в самой простой форме, но только немногие и редкие на самом деле исполняют благое свое желание, именно те, которые твердо держатся слов Святого Писания, что «многими скорбьми подобает нам в нити в Царство Небесное», и, призывая помощь Божию, стараются безропотно переносить постигающие их скорби и болезни, и разные неудобства. Если хочешь поставить себя на твердой стезе спасения, то прежде всего постарайся внимать только себе одному, а всех других предоставь промыслу Божию и их собственной воле, и не заботься никому делать назидание. Ненапрасно сказано, кижда от своих дел или прославится, или постыдится. Так будет полезнее и спасительнее, и, сверх того, покойнее. Милости снисхождения к ближним и прощения их недостатков есть кратчайший путь ко спасению. Одно остается нам немощным и грешным, искренне каяться в своих слабостях и немощах душевных, нелицемерно смиряться пред Богом и людьми и безропотно и терпеливо переносить посылаемые нам за грехи различные скорби и болезни, и таким образом, несомненно, можем получить милость Божию. Кто желает называться чадом Христовым, тот должен терпеливо и безропотно понести все то, что понес Христос, и должен молиться за обидящих, как Он молился за распинающих. Видно, иначе нельзя достигнуть покоя, как потерпеть, да подождать, да потрудиться о себе и о других, так как без любви к ближнему невозможно спастись. Ежели настоящая жизнь наша есть не что иное, как подвиг, а подвиг не бывает без борьбы, а в борьбе человек без помощи Божией бывает немощен и несилен, то и должны мы, вместо того, чтобы унывать, к победителю темных сил взывать, побори борющие мя. Много и о многом заботиться не должно, а следует позаботиться о самом главном, о приготовлении себя к смерти. Бог все творит для нашего спасения. Ты желаешь видеть, как на ладони, свое спасение. Но такое ясное видение может приводить человека или к гордости, или к разленению, а неполезное и не дается людям, равно как и безвременное, то есть преждевременное веденье и смерти своей. Мы часто забываем, что многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие, и потому нередко ищем счастье земного и отрады временной в заботах житейских и в привязанности к мирским вещам. Потому Всеблагий Господь Всепремудрым своим промыслом и разрешает узел сей, наводя неожиданные лишения и неожиданную скорбь, чтобы мы осмотрелись и обратили душевный взор свой к приобретению благ не временных, а вечных, которые прочны и никогда неизменяемы. Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску и безотрадное состояние души, а верить тому, как Бог устроит. Бог же устрояет для нас всегда полезное и спасительное. Господь исполняет не все благие желания наши, а только те, которые служат к душевной нашей пользе. Если мы при воспитании детей разбираем, какое преподавание какому возрасту прилично, то тем более Господь сердцеведец весть, что и в какое время бывает нам полезно. Зло всегда забегало вперед, но не одолевало. Разве только где попускал Господь и попустит к пользе нашей душевной и к испытанию христианского терпения. Будет то, что Бог даст. Бог же устраивает все только полезное и душеполезное, и спасительное. Только с нашей стороны требуется не малодушествовать, а с покорностью воли Божией потерпеть посылаемые скорби и болезни, смиряясь пред Богом и людьми и не дерзая никого обвинять или осуждать. Господь все попускает к пользе нашей душевной. к испытанию нашего терпения и смирения и покорности воли Божией, потому что без сих трех ничего мы полезного не приобретаем. Святое причащение Если мы с верою в неосужденно причащаемся таинства тела и крови Христовых, то все козни врагов наших душевных, стужающих нам, остаются недейственны и праздны. Неосужденно причащаемся тогда, когда приступаем к таинству сему, во-первых, с искренним и смиренным раскаянием и исповеданием грехов своих и с твердой решимостью не возвращаться к оным, а во-вторых, если приступаем без памята злобия, примиряясь в сердце со всеми опечалившими нас. Есть и такие христиане, которые приносят покаяние, но не все высказывают на исповеди, а некоторые грехи скрывают и утаивают стыда ради. Таковые, по слову апостольскому, недостойно причащаются святых тайн, а за недостойные причащения подвергаются различным немощем и болезням, они мало и умирают. Молитва Говорить, стоя на церковных службах или обзирать по сторонам, не только неприлично, но и прогневляет Господа невниманием и бесстрашием. Если христианин, по силе заботящийся об исполнении заповедей Христовых, с верою и упованием всегда ограждает себя молитвою Иисусовой и крестным знамением, то безбоязненно и безопасно проходят не только бедственные и опасные случаи всей жизни, но по смерти и самые мытарства. К молитве Иисусовой старайся прибегать часто, во всякое время, так же и в церкви, особенно если не слышно чтение. Покаяние. Если не можем жить вполне так, как требует Слово Божие, по крайней мере, постараемся приносить искреннее и смиренное раскаяние в своих ошибках и согрешениях с посильным исправлением, чтобы на страшном суде не оказаться в числе нераскаянных грешников. Как избавиться от грехов? Если понудитесь по евангельскому учению смиряться, то мало по малу с помощью Божией будут отступать от вас. Нетерпеливость и малодушие. Телесное и видимое благоприличие может приводить нас к благому устроению внутренних помыслов. Как Господь прежде создал из земли тело человека, а потом уже вдохнул воное бессмертную душу, так и внешнее обучение и видимое благоприличие предшествует душевному благоустроению, начинается же с сохранения очей и ушей и особенно с удержания языка. Господь взирает на благое намерение и требует посильного и возможного действия, а не сверхсилы и возможности. Раздражительность постом не укращается, а смирением и самоукорением и сознанием, что мы достойны такого неприятного положения. Хульные помыслы известно, за что борют. первое за возношение, второе за осуждение. Смирись, не думай о себе, что ты лучше других, не зазирай никого, а себя за согрешение и поползновение укоряй, то и хульные помыслы утихнут. Главное средство к тому, чтобы жить благочестиво и свято, состоит в страхе будущего суда и вечных мук. Только при содействии этого страха с помощью Божией и бывает соблюдение заповедей. Борьба со страстями Смущение Нигде в числе добродетелей не показано и никому не приносит пользы, а всегда только вред. Хотя и кажется иногда благовидным, но в сущности составляет только душевный бред, а бредят только в болезни, потому и смущение должно отнести к числу душевных болезней и лечить оное смирением и покорностью промыслу и воле Божией. Как бы ни казались благовидны и достоверны приходящие помышления, но если они приводят в смущение, то явный признак, что они с противной стороны и по евангельскому слову называются волками в овчих кожах. Правильное помышление и рассуждение успокаивают душу, а не возмущают. Иногда люди по собственной неосторожности, сделанные когда-либо прежде, подвергаются впоследствии затруднительным обстоятельствам. В таком случае против смущения должно вооружаться самоукорением и помощи Божией человек будет успокаиваться. Всем известно, что первозданные Адам и Ева через вкус и вкушение были изгнаны из рая, поэтому всеми святыми отцами и предписывается начинающим благочестие прежде всего воздержания вкушения. Если же что-либо или кто-либо нас соблазняет или смущает, то явно показывается, что мы не вполне правильно относимся к закону заповедей Божиих, из которых главная заповедь никого не судить и не осуждать. Ежели дозволявшие или присвоившие себе право судить находили недостатки и неправильности в самом Господе источники всякой истины, то какого заключения не сделают относительно обыкновенных людей? Общая у всех нас немощь судить или осуждать ближнего. Немощь эта многим из нас кажется маловажную, а в самой вещи она очень велика и подвергает нас великому осуждению пред Богом. Некоторые грехоосуждения подвергаются от привычки, иные от памятозлобия, другие от зависти и ненависти, а большей частью подвергаемся мы греху сему от самомнения и возношения. Несмотря на великую свою неисправимость и греховность, нам все-таки кажется, что мы лучше других. Видимой гордости в нас как будто незаметно, но обнаружение тонкого самолюбия и честолюбия нередко проявляется в негодовании, раздражительности, в ревности не по разуму, а иногда в некоем завидовании удачам других. У всех нас немощь одна. Желание быть всегда правыми, и желание этой правости и другим досаждает, и людей делает виноватыми пред судом Божиим. Если хочешь избавиться от гордости и самомнения, то прежде всего требуется покорность воли Божией. Не должно унывать, а должно на Бога уповать, который силен привести все к полезному концу. Мы часто от невнимания говорим то, за что более всего и прежде всего будем судимы. Говорить многое очень легко и удобно, а приносить в этом покаяние весьма неудобно. Страсть зависти ни в какой радостный праздник ни при каких радостных обстоятельствах не дает вполне порадоваться тому, кем она обладает. Всегда как червь точит душу и сердце его смутную печалью, потому что завистливый благополучие и успех ближнего почитает своим несчастьем, а оказываемые другим предпочтения считает для себя несправедливую обидою. Раздражительное состояние духа происходит во-первых от самолюбия, что делается не по нашему желанию и взгляду на вещи, а во-вторых и от неверия, что будто бы исполнение заповедей Божиих в настоящем месте не принесет вам никакой пользы. Считающие себя умеющими и более других разумевающими склонны к осуждению. Добродетели под христианскими делами разумеется исполнение животворных заповедей Божиих, которыми исправляется сердце человека. А не просто ноги и видимые дела. Телесные подвиги и труды требуются только от крепких телом. Немощным же более полезно смирение с облагодарением. Смирение может заменять труды телесные, которые без смирения не приносят никакой пользы. Евангельское учение утверждается четырьмя евангелистами, а жизнь христианская четырьмя главными добродетелями – мужеством, мудростью, целомудрием и правдой. Кто желает быть всегда мирен и спокоен душою, тот всячески должен смиряться. Без смирения невозможно иметь успокоение. Видеть себя хуже других служит началом смирения. Если только человек будет укорять себя за примесь противных чувств и мыслей и постарается отвергать эту душевредную примесь. Если же дадите место в душе вашей водвориться смирению, то по мере Ионова и будете получать успокоение от различных тягот душевных. Смирение всегда сознает себя скудным искусством и умением поступать как должно. Впрочем, всегда успокаивает себя сознанием своей худости и благонамеренностью, которой прежде всего ищет Бог от человека. Смирение заботится о возможном достижении своих целей собственно в делах внешних и чуждой неуместной настойчивости. Неисправно живешь. Сколько можешь старайся исправляться и более всего смиряться пред Богом и пред людьми. Смирение дополнит нашу неисправность. Если мы позволяем себе судить других, то настоящего смирения в нас нет. Залог истинного смирения обозначается самоуничижением и самоукорением. Постараемся не только прощать, но вместе и сами никому не иметь ненависти. Нет выше добродетели, как любовь, и нет хуже порока и страсти, как ненависть, которая невнимающим себе кажется маловажную, а по духовному значению уподобляется убийству. Любовь к ближнему, если бывает не Бога ради, а по какому-либо побуждению человеческому, то не только не приносит пользы, но нередко причиняет и вред душевный. Если всякая добродетель приобретается не вдруг, а постепенно и с трудом, и по нуждением, то кальми-пачи любовь, как начало и конец всех добродетелей, требует к приобретению своему и времени, и великого понуждения, и внутреннего подвига, и молитвы, и прежде всего требует глубокого смирения пред Богом и пред людьми. Если апостолы, будучи еще несовершенными, молились Господу, чтобы приложил им веру, то кальми-пачи нам немощным и изнемогающим в вере прилично и потребно молиться, чтобы Господь приложил неверие наше в веру и отогнал дух сомнения и нерассудного недоумения. что не посылается к нашему терпению, все это попущается промыслом Божиим к нашей душевной пользе, если только сами не повредим сего нашим неблагоразумием. в целом мире без скорбного места не найдешь, везде к одному заключению придешь, что потерпеть нужно, другого средства к избавлению нет. советую тебе более всего вооружай себя к терпению и понесению различных приключений и неудобств, а иначе нельзя успокоиться. Скорби, болезни и неприятные случаи посылаются нам к пользе нашей душевной и прежде всего к смирению нашему и к тому, чтобы вели жизнь свою осмотрительнее и рассудительнее. Скорби болезнь жгут иногда как огонь, а испаренный и пот после жару в болезни и слезы от скорби омывают человека как водою, благодушно и благодарно терпящим все это обещает там покой. В каком бы месте христианин ни жил, без какой-либо скорби быть не может. Только одно успокоение в исполнении заповедей евангельских и апостольских, как сказано в псалмах, мир мног любящим закон твой и несть им соблазна. Неудовлетворенность наша душевная и духовная происходит от нас самих, от нашего неискусства и от неправильно составленного мнения, с которым никак не хотим расстаться. А оно-то и наводит на нас и смущение, и сомнение, и разное недоумение, а все это нас томит и отягощает и приводит в безотрадное состояние. У вас много скорбей и домашних неприятностей, но говорите себе и вразумляйте себя тем, что в аде хуже и томительнее и безотраднее и оттуда уже нет надежды избавиться. А если человек терпит свои скорби с покорностью воли Божией, исповедуясь во грехах своих, то через это избавляется от тяготы вечных мучений. Полезнее нам всегда радоваться, а не унывать при встречающихся неудачах. Радоваться же можем только тогда, когда будем благодарить Бога за то, что случающимися неудачами смиряет нас и как бы невольно заставляет нас прибегать к Нему и со смирением просить Его помощи и заступления. Болезни телесные потребны для очищения плоти, а болезни душевные через обиды и поношения потребны для очищения души. Немного таких людей, которые терпят скорби и гонения за одну благочестивую жизнь, по сказанному апостолам, все хотящие благочестно жить и гоними будут. Все же остальные терпят скорби и болезни для очищения прежних грехов или для смирения горделивого мудрования и для получения спасения. Во всяком неприятном скорбном случае или обстоятельстве должно возлагать вину на себя, а не на других, что мы не умели поступить как следует и от этого вышла такая неприятность и такая скорбь, которой достойны мы попущением Божиим за наше нерадение, за наше возношение и за грехи прежние и новые. Не помогает только в телесном отношении неудавшееся лечение, а для души оно приносит большую пользу. Во-первых, смиряет человека, а во-вторых, напоминает о будущей жизни и о переходе в оную. Если будем смотреть на скорби с христианской точки зрения, то и в самых скорбях найдем для себя утешение. Уже тем одним дороги для нас скорби и болезни, что ими одними и можно достигнуть вечно бесскорбной, светло-блаженной жизни на небесах. «Кто желает спастись, терпит скорби, и кто уклоняется от пути спасительного тоже, не избегает скорбей, поэтому лучше терпеть скорби Бога ради, ради своего спасения и для очищения своих грехов, нежели страдать несмысленно, неизвестно для чего. Благочестиво живущему человеку, ежели он не имеет скорбей, считается год за день, а если благочестивый человек переносит большие скорби, тогда вменяется ему день за год. Искушение прежде всего Господь попускает искушение, чтобы отделить боголюбивых от миролюбивых, сластолюбивых от воздержанных и целомудренных, смиренно мудренных от горделивых и самолюбивых, как сказано в Евангелии, «Не приедох воврещим мир на землю, но меч, где бы ты ни жил, нигде нельзя прожить без искушения или через бесов, или через людей, или от собственных привычек, или от неукрощенного самолюбия. Вся жизнь человека, где бы он ни жил, есть не что иное, как искушение. Скорбное искушение во всяком случае полезны. На всякое искушение победа смирение с терпением. Козни дьявола. Бесовские искушения проявляются в разных смущениях и недоумениях, но все должно препобеждать верою и упованием и благой надеждой. Премудрый и всеблагий Господь попущает врагу искушать каждого только по мере сил, а не выше сил. Сомнение и неверие утверждаются в тебе более потому, что ты не хочешь сознавать, что оно происходит от извращенных внушений исконного нашего врага, который старается все представить в привратном виде. Враг не всегда старается искушать людей грубыми вещами, а более всего смущает людей благовидными предлогами и благовидными объяснениями. Не знаю, оставил ли тебя в покое враг и ненавистник всякого блага и мира душевного, его постоянное дело везде и во всем мешаться и всех путать и возмущать. Если ты по немощи чувствуешь что-либо подобное, старайся презреть вражьи возмутительные внушения и молись Царицы Небесной, чтобы избавила тебя от стужений вражеских. Не должно забывать, что мы имеем исконного врага рода человеческого, который всеми мерами старается путать людей через их собственные немощи. Главные козни вражии две. Бороть христианина или высокоумием и самомнением, или малодушием и отчаянием. Враг, если не может кому сделать вреда, то по злобе своей силится, по крайней мере, смущать его, досаждать ему разными помыслами и злыми внушениями. Бес как бы что не внушал правдоподобного, внушает это сковарством, чтобы смутить и спутать человека-христианина. И бесовское правдоподобное внушение растворено всегда ядом злобы и ненависти. Исповедь духовник. Не следует разбирать жития и дела наставников, а только наставления их принимать, если они согласны со Словом Божиим и не противны оному. А за дела свои каждый сам отвечает перед Богом, и наставник, и повинующийся. Объяснять кому следует свое душевное устроение весьма полезно и доставляет внутреннее облегчение. Но нужно войти во вкус всего собственным опытом, предоверии и оставлении собственных разумений. Враг искреннего откровения не терпит, а человек через это получает помощь Божию и вразумляется против искушений. надобно исповедовать в чем согрешили и как согрешили. Вот и все. Хорошо заблаговременно написать исповедь и прочитать самому перед духовником. Будет и ему понятно и незатруднительно, и исповедующемуся легко и отрадно. Если ваши наставники сами слабы и неисправны и слабо обращаются с духовными своими детьми, то вы старайтесь быть тверды, имейте страх Божий и храните совесть свою во всех делах ваших и поступках, более же всего смиряйтесь. Отношения с ближними Нигде Господь не хочет неволею понуждать человека, а везде представляет благому нашему произволению, и через собственное произволение люди бывают или добры, или злы. Поэтому напрасно будем обвинять, что будто бы живущие с нами и окружающие нас мешают и препятствуют нашему спасению или совершенству духовному. От людей получаем пользу лишь тогда, когда не осуждаем их. Ты жалуешься на несправедливости людей по отношению к тебе. Но если ты добиваешься того, чтобы царствовать со Христом Господом, то посмотри на Него, как Он поступал с окружающими Его врагами, требовавшими Его смерти, кажется, Он никому не жаловался, что враги Его несправедливо поступают с Ним. А во всех ужасных скорбях, наносимых Ему врагами Его, Он видел единственно волю Отца Своего Небесного. Ты скорбишь, что все тебя стараются унизить. Если стараются унизить, значит, хотят смирить тебя. А ты и сама просишь у Бога смирения. Зачем же после этого скорбить на людей? Наставление и назидание для собственной жизни должно брать более с примера Христа Спасителя, нежели с примера людей, в которых невозможно обретать полного совершенства, понемощи человеческой. И потому под благовидным предлогом не должно смущаться тем, что некоторые не подают нам назидательного примера так, как бы мы желали. Силен Господь покрыть и защитить понуждающихся жить по заповедям Его святым, то, чью о взаимном мире да не неродим. И плод правды сеется в мире и от рада в жизни обретается взаимным миром и всякий благой успех достигается миром побозе. Видя несправедливые действия кого-либо, вместо того, чтобы раздражаться от негодования, должно употреблять мудрость, чтобы достигать цели, не не всем, а хотя в главном или в чем возможно. Доносы должно принимать средним образом, вполне не доверять и совсем не отвергать, а ожидать, как дело покажет. не должно думать, чтобы мы могли сделать кого-либо несчастным или благополучным. Это принадлежит только Богу и собственной воле человека, если благоразумен пребывает пред сотворшим его. И горшок с горшком сталкивается. Кальми-пачи людям, живущим вместе, невозможно пробыть без столкновения. И особенно это бывает от различных взглядов на вещи. Один о ходе дел думает так, а другой иначе. Один убежден в своих понятиях, кажущихся ему твердыми и основательными, а другой верует в свои разумения. Люди смотрят на видимое. Господь же взирает на внутреннее расположение человека и на действия по совести, как в отношении других, так в отношении самого себя. Когда не можем приносить пользы другим по каким-либо причинам, то позаботимся о пользе, хотя своей собственной душевной. Хотя тяжело и очень оскорбительно терпеть несправедливые противодействия от таких лиц, которые должны защищать правду, и лиц немалых, а великих и высоких, но после будет отрадно по нелицеприятному суду единого судьи живых и мертвых. Кто уступает, тот получает три осьмушки с половиной, а кто мнится и право настаивать, тот получает только одну осьмушку, а иногда и одной не получает, когда сам расстроится и другого расстроит. В духовной жизни вещь весьма хорошая, вовремя благоразумно объясниться, вовремя попросить прощения, чтобы и свою душу умиротворить и другим подать повод к тому же. Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной, потому что, по слову апостола, каждый из нас сам о себе воздаст слово Богу. У нас же путаница от того и происходит, что мы все более склонны к вразумлению других и стараемся не только убедить, но и разубедить и доказать многими различными аргументами. Когда нас укоряют и обвиняют в том, в чем мы нисколько не виноваты, тогда мы должны обратить мысль свою к тем случаям, в которых мы были виноваты пред Богом или пред людьми, и для получения прощения в своих согрешениях должны простить несправедливость и обиды, наносимые нам от ближних наших. Скажу вкратце. Умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, то есть благость, милосердие, сострадание и любовь, которая есть исполнение закона. А как? Послушай того же апостола, друг друга тяготы носите, и таку исполните закон Христов. Труд, праздность, начало и повод всякому злу и всяким порокам. Утомление от внешних трудов не уничижай, не презирай. Утомление это всеми святыми отцами одобряется, так как заповедано приступившему человечеству в поте лица снидать хлеб, питающий тело и душу. Трудами и хлопотами по хозяйству не отягощайтесь, только старайтесь действовать разумно, не увлекаясь пристрастными заботами и вообще зловредным. Сами вы пишете, что занятие внешним трудом приносит вам пользу, удаляя вас от порока. Ты говоришь, что делаешь все с понуждением, но в Евангелии понуждение не только не отвергается, но одобряется. Милостыня Хорошо помочь и погоревшим, но тут одна лишь скорбь, по большей части приносящая пользу людям, для какой причины пожар и попускается от проведения свыше, но стократно выше то, если сохранить или дать возможность сохраниться многим от явного душевного вреда. Кто жертвует что-либо Бога ради, тот и получит от Бога воздаяние, а не от людей. Благотворение внешнее внешними средствами приносит пользу нашей душе, если не судим и не доверяем своему помыслу, что будто бы средства эти не так употребляются. Полезнее всего благотворить и веровать несомненно, что получим за это от Господа воздаяние. Блага здешние кратковременные, и никто богатства земного не переносит с собою в будущую жизнь, разве кто разумно употребит его на милостыню и благотворение. Где невозможно помочь делам и советам, заповедь имеем молиться друг за друга, да исцелеем. Пост Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Богом, посказанному в Евангелии, нудится Царствие Божие, и нужницы восхищают Оное. И дерзновенные, самовольно нарушающие правила поста называются врагами креста. Им же Бог чрева, и слава в студе их. И в Псалмах сказано «Заблудиша от чрева». Здоровые от поста бывают здоровее и добрее, и сверх того долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плод не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются, и более понимаются. Приходит пост великой, которому прилично более всего благоразумное молчание, не то, чтобы быть окирыба безгласная, но вещание в меру. Если тело питается и утолстевается, то душа истлевает, или приходит в забвение Бога и высокого своего назначения, как и в Писании сказано «Утый, утолсте, расшире, и забы Бога сотвор шаго-его». Кто питается роскошными снедями и пьет дорогие питья, того мысль не может возноситься горе, а бродит и присмыкается долу по земле. Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте. Лучше держись умеренного употребления пищи и питья, избегая сытости, который признак малое отягощение, и с другой стороны излишнего и неуместного воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Умеренность же и средняя из них делает человека более способным к духовному деланию. Воздержанные люди большей частью бывают здоровы, а невоздержанные большей частью бывают больны. Первые, если по особенному промыслу Божию бывают и нездоровы, то, по крайней мере, находят утешение в покойной совести, неупрекающей их в невоздержании, от которого бывает расслабление и, впрочем, относящимся к духовной жизни. Монашество Монашество само по себе имеет великую важность духовную и приносит большую пользу душевную тем, кто приступает к оному с искренним благорасположением и проходит оное с простотою и незлобием в осмирении. Семейная жизнь для вас довольна будет и того, если вы позаботитесь воспитывать детей своих в страхе Божием, внушить им православное понятие и благонамеренными наставлениями оградить их от понятий чуждых православной церкви. Что вы благое посеете в душах своих детей и в их юности, то, может, после прозябнуть в сердцах их, когда они придут в зрелое мужество после горьких школьных и современных испытаний, которыми нередко обламываются ветви благого домашнего христианского воспитания. Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все действия человека во все продолжение его жизни, поэтому необходимо позаботиться, вкоренить в детях обычай, почаще ограждать себя крестным знамением и особенно перед принятием пищи и питья, ложась спать и вставая, пред выездом, пред выходом и пред входом куда-либо. семейные тяготы должно переносить как добровольно избранную нами долю. Задние мысли тут скорее вредны, нежели полезны. Спасительно лишь то, чтобы о себе и о семействе молиться Богу, да сотворит о нас полезное по воле своей святой. Главное, чтобы ребенок был занят по силам и направлен к страху Божию. От этого все доброе и хорошее, как и напротив, праздность и невнушение детям страха Божия бывают причиной всех зол и несчастьей. Без внушения страха Божия чем детей не занимай, не будет желаемых плодов в отношении доброй нравственности и благоустроенной жизни. При внушении же страха Божия всякое занятие хорошо и полезно. Если бы супруги ровно по-христиански разделяли тяготу жизни своей, тогда людям и на земле было бы жить хорошо. Но как супруги часто бывают упруги, оба или один из двух, то наше благополучие земное и не упрочивается. Пишите вы, что среди мира и семейства чрезвычайно трудно отрешиться от земного. Действительно оно трудно. Но евангельские заповеди даны людям, живущим и в мире, ибо тогда не было ни монахов, ни монастырей, и детей вы обязаны учить, а от детей сами должны учиться, по сказанному от самого Господа, аще не будете яко дети, не внидите в Царствие Небесное. Если ты здоров, и она здорова, друг другу нравитесь, и невеста благонадежного поведения, и мать имеет хорошего некропотливого характера, то и можешь вступить с нею в брак. Земная жизнь Недаром Богом соблюдаются разные племена и народы с разными заблуждениями относительно единой истины божественной, потому что, хотя не часто бывает, но почти из всех существующих племен в разное время обращаются люди ко христианству. А если уж какое племя или род будут так нечестивы, что от них не может произойти ни одного праведника, тогда по псаломскому слову это семя нечестивых истребится. Все касающееся до сотворения мира, судьбы народов и спасения людей, Господь Вседержитель открыл избранным святым мужам, пророкам и апостолам, просветив их светом своего божественного познания, а ими все это передано людям и написано в Библии, то есть в книгах Ветхого и Нового Заветов. Не находи ни в чем ином утешения, как в законе Господнем и благоугождении Господу. Ты ошибочно ищешь полного и совершенного успокоения душевного на земле, будучи подстрекаем к этому с шуей и противной стороны от искусителей, а вместе с этим и просто помышляешь об этом от неопытности духовной, тогда как такое состояние принадлежит будущей жизни. «В мире скорбны будете», сказал Господь апостолам и всем прочим. Не всегда так делается, как распорядишься, а большей частью с пожданием и разными препятствиями, чтобы одни научились терпению и долготерпению, а другие в виде это не спешили и не дерзали судить и осуждать кого не следует. Постоянно отрадная жизнь приводит к неотрадным последствиям. И в природе видим. Не всегда приятная весна и плодородное лето, а бывает и дождливая осень, и холодная снежная зима, и разные смятения и болезни, и иные многие беды. Все это потребно, чтобы человек научился благоразумию, терпению и смирению, так как в благополучии большей частью он забывается, а в различных скорбях делается более внимательным к своему спасению. В мире все делается с большими ошибками, потому что враг всех искушает, и Бог попущает, чтобы через это испытывалось произволение человеческое. Но Бог смотрит не на совершение дел, особенно материальных, а взирает на намерение, с каким кто что-либо делает, совершит ли он то или не совершит. Следует мне и тебе предаться воле Божией. Силен Господь устроить о нас полезное и особенно пропитать по сказанному в Писании. Возверзи на Господа печаль Твою, и той Тя припитает «Описываешь продолжение по Твоим словам неопределившегося Твоего положения». Не определяется же оно от нашего душевного расположения. Дело спасения нашего требует на всяком месте, где бы человек ни жил, исполнение заповедей Божиих и покорности воли Божией. Этим только приобретается мир душевный а ничем иным. А ты все ищешь мира внутреннего и успокоения душевного от внешних обстоятельств. Бог часто из ошибок человеческих устраивает полезное. Преподобный Антоний Великий сказал «О мимошедшей вещи не раскаяся». То есть понапрасну не жалей о том, что сделано так или иначе, только вперед старайся употреблять вещи должным образом. Если желаешь в жизни твоей быть благополучным, то старайся жить согласно заповедям Божиим, а не по простым обычаям человеческим. Кто похвалится не жалеть об ошибках прошедшего времени? Но за эти ошибки мы же терпим скорби временные, чтобы избавиться от скорбей вечных, как устрояет о нас промышляющий Господь, наводя на нас различные искушения к очищению нашему и к обучению духовному, чтобы возбудить в нас веру опытную и живую и упование непостыдное. Если о всякой вещи должны молиться Богу, да будет воля твоя, то более всего прилично это в отношении нашей жизни, которая нам дана для приобретения вечного спасения. Ежели кто не вполне располагается или предается в волю Божию, а дозволяет себе некоторые мнимо благие желания, то он по временам будет впадать в малодушие и нетерпение, в избежание чего, и советует Авва Дорофей мыслить так «Хащу, якоже будет». Нечего завидовать обеспеченным во внешнем отношении. Пример у вас пред глазами, что и имеющие богатое состояние не пользуются миром душевным. Для сего требуется не внешнее обеспечение, а упование твердое на Бога. Если бы вам полезно было это обеспечение, то Господь послал бы вам и богатство, но видно, вам это не полезно. Смерть всему конец. К этому концу надо б нас сводить все счеты наши и расчеты. В таком случае, то если будем помнить во всяком затруднительном положении о конце этого отчета, то можем вскоре избавиться от излишних забот и чрезмерных скорбей, вернее, огорчений душевных. Судьба каждого человека зависит от Бога, сообразно душевному устроению всякого. в настоящее время кажется более, чем когда-нибудь желающие благочестно жить и окружены всякими неудобствами и затруднениями. Все от Господа Бога и лечебные средства и самые лекаря. И не в том состоит грех, что человек прибегает к врачебным пособиям, а в том, если больной всю надежду на выздоровление полагает в одном враче и в врачебных средствах, забывая при том, что все зависит от всеблагого и всемогущего Бога, который един и их же хочет, живит или мертвит. Мы живем-то в юдоле плача, поэтому и приходится проводить время-то иногда скача, а иногда и плача. Долги хуже грехов. В грехах покается человек, и Бог да простит, а за долги будут истязать не только в настоящей, но и в будущей жизни, отчего да избавит Господь. Довольство и изобилие портят людей, от жиру по пословице и животные бесятся. Если бы за правое дело пришлось Бога ради и пострадать, то от этого отрекаться не следует. Мы живем для будущей жизни и славы, а не для настоящей. По Божьему суду неправда совершенного успеха иметь не может. Сказано в псалмах «Солга неправда себе». Зло всегда забегает вперед, только не одолевает. Сказано где-то «Правда избавляет от смерти», хотя за правду крестителю Господню и голову отрубили, но это не лишило его почитания выше всех. Не без причины называется земная жизнь юдоль плача. Плачут подчиненные и бедные, воздыхают начальники и богатые. Без скорби и печали на земле никого нет. Соображая все это, обратимся мыслью и сердцем ко всеблагому промыслу Божию, который нас доселе питал и все потребное давал. Возверзим печаль свою на Господа. Не беспокойся много об устройстве своей судьбы. Имей только неуклонное желание спасения и предоставив Богу, жди его помощи, пока не придет время. Милость Божия окружает и хранит христианина, по силе заботящегося об исполнении заповедей Христовых и о покаянии, не только во все дни земной жизни его, но и в самом переходе его в жизнь будущую для водворения в небесном дому Господнем на веки вечные и нескончаемые. Господь по благости своей и милосердию своему хочет даровать нам вечное блаженство на небе в Царстве небесном, а мы по слепоте своей более желаем, ищем счастья и благополучия временного на земле. Вот Господь по благости своей и по любви к роду человеческому и вразумляет нас разными скорбями и болезнями и другими бедствиями. Сказано «Царство Божие внутри нас». Мы же, оставляя искание Его внутри себя, вращаемся вовне, занимаясь разбором чужих недостатков. Оттого и плохо идет дело наше, как духовное, так и хозяйственное. Светское воспитание утончает человека лишь в лицемерии, в лукавстве, в хитрости и утонченной неискренности, но ни в чем добром. Добро христианское требует не притворства, а душевной и сердечной простоты, которых чужд мир светский, хотя и считает себя происходящим будто бы от другого Адама, а не от общего. кто не имеет мудрости, тот должен по крайней мере смиряться, а за смирение просветит его Господь, как должно разумно действовать в затруднительном положении. Кто сам захочет искать чести, тот будет получать одно только бесчестие и с этим сопряженную скорбь. В том-то и вся ошибка с нашей стороны, что не хотим покоряться воле всеблагого промысла Божьего, указующего нам через обстоятельства душеполезный путь, а все ищем своего какого-то покойного пути, который существует только в мечтательности, а на самом деле его на земле нет. Не всем, а некоторым только будет покой тогда, когда пропоются святыми упокой. Земной удел человеческий скорбь, труд, болезни, подвиг, печали, недоумение, теснота, лишение того или другого, оскорбление, смущение, восстание страстей, борьба с ними, одоление или изнеможение, или безнадежие, и подобная сим. Многие человеческие дела бывают так. Думаем и предполагаем одно, а выходит другое. только в одном ошибке не бывает. Если стремится человек к исполнению воли Божией во всяком предлежащем деле, то хотя бы видимого успеха в этом деле он и не получил, всеблаги Господь, доброе намерение его вменяет ему в самое дело. Своя воля лишь мучит и тогда только научит, когда будем оставлять ее. Полезное редко сходится с приятным, и чаще неприятное скорее приносит пользу, нежели приятное, потому что от приятного люди скоро забываются. Будущее Бог один знает, и потому утвердительно нельзя сказать, как устроится обстоятельство. Люди предполагают, а судьбою располагает один Бог. Субтитры